На прямой линии с президентом России прозвучал вопрос из Югры. Сургутский предприниматель Максим Харлов рассказал, что хотел получить кредит на развитие бизнеса, но условия, предложенные банками, его не устроили. Все они предлагают ставку от 18% годовых. Небольшие сроки кредитования и требуют залог. Предприниматель пояснил, что в таких условиях развивать собственное дело невозможно. Рассматривается ли правительством эффективная поддержка предпринимателей в этих вопросах? Увеличение сроков кредитования, снижение процентной ставки и отсутствие залогов. Это я говорю про оборотное кредитование, суммы небольшие 5-10 миллионов. То, что необходимо микробизнесу. Чтобы организовать вот такую работу, скажем, беззалоговую, это такая тонкая вещь. Ведь прийти за деньгами – дело несложное. А вот как их отдавать? И это может подорвать нашу банковскую финансовую систему. Хотя, конечно, у них прибыль большая, финансовая система у нас, слава богу, устойчивая, и это очень хорошо. Но принимать решения, которые бы по сути раскачали эту финансовую платформу, тоже, видимо, вещь такая опасная. Вот сегодня, вы сказали, 18% у вас, да? Вам предлагают. Ну, многовато. Также президент напомнил, что в период пандемии в России приняли ряд мер, чтобы поддержать бизнес. Выделялись кредиты с нулевой ставкой. Пролонгация кредитов и снижение налоговых ставок. Дополнительная работа проводилась и в регионах. В Югре, например, в этот период снизили налог на имущество организаций. Ваши данные посмотрим. Сегодня кредиты дают коммерческие банки. И коммерческий банк, он по-своему рассчитывает. Другое дело, что есть всевозможная программа по поддержке предпринимательства. И есть, допустим, такая программа, как программа корпорации МСП. Малая самая бизнеса субсидирует государство, субсидирует кредиты для банков. И банк, выдавая под эту программу, получает субсидии. Продолжение следует...